Приветствую вас на канале Быстро ПК, у микрофона Даниил Добро. В этом видео я расскажу, как создать сайт на Яндекс Конструкторе, трубы страниц. Выбиваем в поисковике фразу, которая у нас тут написана, находим вот эту вот ссылочку, и я ее еще оставлю в описании под видео. Вы сможете все это быстро открыть и начать там создавать. Но там придется зарегистрироваться в Яндекс Директе, чтобы начать создавать свои сайты и открывать, ну появится еще рекламный кабинет. В принципе, его использовать не обязательно. Нам интересует данное видео только сайты. Создание сайтов. Сначала я создаю шапку, потом обложку, добавляю свой логотип. Все делается достаточно просто, как мы видим, никаких тут знаний и программирования не требуется, чтобы создать простенький сайт на этом конструкторе. Сразу замечу, что он будет адаптирован под мобильную версию и под большой экран. Разумеется, перед тем, как создавать сайты, нужно подготовить текст и картиночки, картинки, фотографии, которые нужно обязательно будет подрезать под нужный формат. К сожалению, Яндекс Конструктор дает скудные настройки по фотографиям, по настройке под них. Поэтому лучше все заранее обрезать должным образом, чтобы уже потом тут ничего не обрезалось. Не так, как вам нужно. Здесь обрезать не очень удобно, он еще это делает немножко долго. Поэтому лучше заранее все фотографии вот этим разрешением, которое тут сейчас показано, выверить. Это 16, это обычный формат 16 на 9. И, допустим, еще есть там квадрат 1 на 1, это квадрат, квадратное изображение. Тоже можно заранее все это подготовить. Что, сумеется, больше всего времени тут уходит именно на добавление ссылок, ссылки на соцсети и так далее. Именно это больше всего времени уходит. Я делаю сайты на заказ. Тут я решил сделать сайт под свою группу, свой канал Быстрый ПК и показывал, как это вообще делается. В принципе, все очень просто. Редактируется текст не сложнее, чем в текстовом редакторе. Но настроек тут немножко поменьше, если сравнивать с Word. Поэтому запутаться тут значительно сложнее. Но тут есть небольшое ограничение по количеству символов на блоках. Поэтому приходится периодически блоки копировать, чтобы было нужное количество символов. Ну, и буквок, если не совсем понятно, что такое символ. Символ это, в принципе, любая буква, пробел, все это является символом. И тут все это считается. После того, как мы добавили текст, я добавлю еще потом кнопки со ссылками и ссылки на соцсети. Тоже все буду добавлять. Уже добавил в шапки несколько соцсетей основных. В целом, все это делается аналогичным образом. Нужно настроить дизайн. Кстати, по поводу пробелов между текстом и картинками. Это обязательно нужно оставлять эти пробелы. Это советуем дизайнеров. Потому что если у нас будет текст сплошным полотном, его читать будет не очень удобно. Он будет сливаться. Поэтому делаем заголовки, делаем описание. Все как полагается. Добавляем нужные ссылки. К сожалению, именно в LibreOffice по какой-то причине были какие-то проблемы с копированием ссылок. Видимо, это связано с тем, что я не сохранил документ после редактирования. Поэтому периодически какие-то были проблемы с копированием. Не выделялись ссылки. Потом я их решил просто открывать и уже копировать прямо из браузера. Заодно их еще раз проверить, точно ли все правильно. Правильно ли рабочие ли ссылки. Добавляем кнопки. Аналогичным образом тоже копируем название. Тут у меня оказалось, что в кнопку нельзя впихнуть все целиком. Поэтому я сократил название. Ну, так даже, на мой взгляд, получилось значительно лучше. Потом я еще одну кнопку добавлю, кнопку пожертвовать. Потому что у меня не коммерческий проект, в принципе. Я просто создаю полезные видео по компьютерам. И, к сожалению, никаких доходов от того, что я делаю, я, в принципе, не получаю. К сожалению, YouTube перестал монетизироваться. А количество подписчиков, чтобы запускать какую-то серьезную рекламу, тоже недостаточно. Потому что блогеры очень часто зарабатывают именно на рекламе. Но, чтобы зарабатывать на рекламе, мне нужно большое количество подписчиков. Какой-то свой товар продвигать я еще тоже пока не готов. Но в дальнейшем, может быть, что-нибудь подумаю над этим тоже. Но, опять-таки, я живу в деревне. И, соответственно, мне сложно что-либо продавать. Только если это какие-то будут онлайн-услуги. В принципе, такое тоже вполне возможно. Например, компьютерная помощь через NDS или что-нибудь такое. Обязательно я это добавлю потом как-нибудь на сайт, если я захочу этим заниматься. В общем, я тут показал, как добавляете тут картинка. Все тоже достаточно просто. Но, опять-таки, нужно ее заранее подготовить. Добавляем подвал. Конечно, это не обязательно делать. Но я добавлю еще ссылки на соцсети дополнительно. В общем, у нас тут куча будет ссылок на соцсети. И сверху, и снизу, чтобы точно этот момент не был упущен. Потому что именно через соцсети у меня основае количество контента. Надо, кстати, будет потом еще добавить надпись. Подписаться на соцсети. Но я думаю, это не обязательно, потому что они и так везде мелькают. Потом я решил все-таки сделать соцсети более красивыми. И включил в дизайне настройки по умолчанию. Потому что так они лучше выделяются. И их был лучше заметен. Добавляем адрес. То есть название сайта. Сохраняем. И вот он у нас уже доступен. Ну, еще я немножко добавлю некоторые вещи. Проверяю то, что все ссылки у нас рабочие. Идем дальше. Создам сейчас еще одну кнопку. Кнопку пожертвовать. Потому что, еще раз напоминаю, канал развивается. И никаких именно со стороны платформ я ничего не зарабатываю. То есть я просто создаю канал и жду, что подписчики будут как-то спонсировать мой проект. Либо советовать его кому-нибудь, чтобы было больше подписчиков на канале. Потому что я тогда смогу запускать рекламу. И зарабатывать на рекламе. Но, к сожалению, сейчас у меня нет такого возможности. Потому что маленькое количество подписчиков. Так что попробую собирать донаты, получается. Через кнопку пожертвовать. Также я тут добавил надпись на обложку. И затемнил ее немножко, чтобы лучше видна надпись. Ну и наконец-то я добавляю кнопку пожертвовать. Да, если кто не знает, что такое U-Money, то это бывшие Яндекс.Деньги. Просто бы сменился у них владелец. Именно через них и будет происходить это начисление на карту, которую я специально для этого и выпустил. Для сбора пожертвований на развитие сайта. Тут в данном случае, потому что я не смог там написать что-то еще. Не хватило силов. Добавляю опять-таки ссылки на соцсети уже в подвале данной страницы. В принципе, в подвале еще можно какую-то информацию разместить. Но я решил, что у нас будет все по минималке. Ничего лишнего. Проверил все ссылки. Все ведут нам нужные образы. Соответственно, сайт у нас полностью в рабочем состоянии. Но есть еще одна маленькая настройка, которую нужно сделать. А именно настройка SEO-оптимизация и так далее. Это именно самая важная настройка после того, как мы сделали сайт. Потому что она потом позволит этому сайту адекватно отображаться в соцсетях и в поисковой выдаче. Добавляем нужные картинки, которые мы хотим, чтобы они высвечивались в соцсетях и в поисковой выдаче. И в менюшке, то есть вот в этой вот верхней строке я тут добавил логотип. Вот QR-код на этот сайт. Вы можете его сканировать и перейти, посмотреть, что у меня получилось в итоге. Возможно, сайт я немножко дополнил, и он стал более подробным, более содержательным. На этом у них все. Благодарю за просмотр. До встречи в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok